Как вести бизнес в нынешних экономических реалиях? Какие социальные услуги сегодня востребованы населением? И почему западные санкции помогут даже бизнес-новичкам? Ответы на эти и многие другие вопросы дадут в школе социальных предпринимателей, которая уже в одиннадцатый раз открыла свои двери для всех желающих. За это время выпускниками школы стали свыше двух тысяч человек. В чем уникальность нынешнего курса, узнаем в нашем материале. Василий Тимофеев уже несколько лет пытается самостоятельно реализовать проект «Озенькова с любовью». Однако идея превратить деревенские объекты XIX века в центр притяжения туристов пока не осуществилась. За помощью пришел в школу социального предпринимательства, чтобы научили, как сделать его проект востребованным и нужным. Ощущение, как будто опять заново пришел в школу первый раз, и получаешь эмоциональный заряд от тех людей, кто рядом находится, от преподавателей, так сказать. И вот эти групповые работы, они как раз заряжают друг друга нас. Я думаю, мы получим еще заряд эмоций дальнейших и уйдем с хорошим настроением и пониманием, как там дальше двигаться. Учиться Василию и его однокурсникам придется три месяца. Именно столько времени понадобится, чтобы участники прошли путь от идеи до готового под ключ бизнес-проекта. А помогать в этом им будут сертифицированные бизнес-тренеры, которые научат новичков о зам социального предпринимательства. И вот это социальное чувство, социальная ответственность внутри каждого человека, оно вот сейчас, мне кажется, все более и более ярко выражено. То есть 10 лет назад это люди, которых мы уговаривали идти в социальный бизнес, сейчас это люди, которые приходят готовы, мотивированы. Школа социального предпринимательства проходит в Югре девятый год. За это время социальному бизнесу обучились более 2000 югорчан. Многим из них эти знания помогли открыть свое дело. Это частные детские сады, спортивные клубы, творческие студии, центры для пожилых и инвалидов. Особенность нового проекта – обновленная программа. Теперь ученики изучают предпринимательское дело с учетом последних мировых и экономических событий. Занятия в школе преодлятся три месяца, а итогом обучения станет готовый к запуску бизнес-проект. Социальные проекты, разработанные в школе, получат дальнейшее сопровождение фонда «Мой бизнес». Уже на встрече всегда мотивационно говорим о том, что это очень важно, когда предприниматель взаимодействует напрямую с своим потребителем. И услуги именно востребованы потому, что очень важно видеть обратную связь и быть полезным для общества. То есть помимо того, что это бизнес, он приносит доход, у нас еще большое количество услуг передается таким социальным предпринимателям. На сегодняшний день в округе свои услуги оказывают свыше трех тысяч социальных предпринимателей. Активную помощь сегодня им оказывает фонд поддержки предпринимательства «Югры» «Мой бизнес». Его специалисты проводят индивидуальные консультации, организовывают тренинги и помогают в продвижении проектов. Это позволяет социальным предпринимателям быть уверенными в завтрашнем дне. Юлия Самуэльцин, Руслан Хананов, Антон Ракитин, телекомпания «Югра». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...